Всем огромный привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет кулинарное видео, посвященное вот этому дню. Вы видите, у меня в руках сердечко, уже вам знакомо, это моя брошка. Как-то я её делала, вам показывала. Но сегодня у меня нет распаковок, покупок, поэтому я вас приглашаю на кухню. Ну, хотя мы этот праздник дома не особо празднуем, если уходить в историю этого праздника, совсем не хочется его праздновать. Но всё-таки сама тема любви и влюблённости, она достаточно актуальна. Поэтому давайте на кухню. Ну вот, смотрите, девочки, у меня вот такие две формочки. Я недавно их приобрела в фикс-прайсе. Вот, одна формочка для кекса, она из фольги. Здесь всего 10 штук. Буду выпекать кексы, планирую. Другая формочка, это форма тоже, такое сердечко, это форма для салата. У меня такие формочки есть, разных форм, но это мне интересно было, потому что форма сердечко. Значит, выполню какой-нибудь салат. Ну, кому интересно, оставайтесь к просмотру. Посмотрим, что у меня получится. Итак, первым делом я буду выпекать кекс. Вот я помыла формочки. Они оказались, хотя и вот такие широкие, но достаточно неглубокие, видите. И их я буду смазывать растительным маслом. Теперь я начала делать тесто. Тесто у меня сегодня будет самое простое, ну, потому что у меня в холодильнике не оказалось ни сметаны, ни кефира. Поэтому делаю сегодня самое простое тесто для кекса. Я сюда положила 2 яйца и 150 граммов сахара. И слегка вот так вот взбила венчиком из блендера, в общем. Теперь я сюда отправляю 150 миллилитров молока и 150 миллилитров растительного масла. Буду взбивать тем же венчиком. Еще я отправлю сюда ванилин, пакетик, и разрыхлитель для теста отправлю вместе с мукой в конце. Ну, сначала вот это я немножко буду взбивать, потом понадобятся муки. Кстати сказать, разрыхлитель я положила, если вот такой 10-граммовый пакетик у вас, достаточно полпакетика, потому что вот 10 граммов, оно рассчитано на полкило муки. А так как здесь у нас муки меньше, поэтому, соответственно, нужно класть половину. Но здесь где-то муки будет 200 граммов. Может быть, побольше. Вот я сейчас стакан муки сюда положила. Я сейчас это все взболтаю и посмотрю. Ну, мне кажется, это будет чуть-чуть жидковато. Я чуть-чуть еще муки сюда доложу. Поэтому я не буду говорить, сколько муки нужно. А вообще рецепт кекса я напишу внизу. Ну, вот я заполнила формочки. Можно было, конечно, меньше положить. Но у меня получилось вот больше половины. Ну, посмотрим. Может и не так сильно поднимутся. Вот, сейчас я поставлю в духовку на 180 градусов. На сколько минут, я вам скажу потом. Потому что формы для меня новые. Я тоже пока не знаю, сколько они будут выпекаться. Ну, потом покажу результат. Вот, смотрите, кексы испеклись в течение 25 минут. Вот, получились, правда, они с такими холмами. Вот, это немного неудобно для меня, потому что я хотела украсить. Но сейчас я остужу и все равно что-то попробую здесь выполнить. Ну, вот, в общем-то, они аккуратные получились. Как они доставаться будут. Ну, это формочки как бы одноразовые считаются. Я не знаю, можно ли будет их использовать. Но я пока трогать не буду. Пускай остынут. Потом выну. У меня будет еще основное блюдо. Это будет картошка с курицей. Вот, я к курице люблю класть немного меда. И обязательно вот такую зернистую горчицу. Видите, она вот тут. Мне очень это нравится. Вот, кто не пробовал, попробуйте. Может, вам тоже понравится. Сейчас буду выпекать в духовке. Ну, примерно один час. Смотрите, я достала кексики. Они очень хорошо и легко выпали из этих формочек. Я их даже уже отмыла. И думаю, их можно использовать повторно. Видите, как хорошо отмылись. Так что эти формочки из фикс прайса я могу посоветовать. Конечно, вот этот рисунок сердечки, он пропечатался очень... Где-то я видела, видите, очень невзрачно получилось. Но это и не важно. Это как бы донышко. Вот, девочки. Так что хорошие формочки. Ну, вот так я украсила свои кексики. Взбила немного крема, накрошила шоколада. Получились очень нарядные, красивые кексы. И никакого торта здесь не надо. Домашняя вкусная выпечка у меня получилась. Ну, а теперь я буду делать салат. Но сначала я сделаю майонез. Майонез у меня домашний. Делаю всегда в банке, где буду хранить. Итак, мой рецепт тоже очень простой. Я положила одно яйцо. У меня яйцо домашнее, поэтому я спокойно делаю такой майонез. Ну, конечно, с магазинскими яйцами там проблемнее, я думаю. Соль, сахар по вкусу. Теперь из приправ я кладу горчицу. Вот здесь, наверное, чайная ложка горчицы. Это растительное масло. Любое масло, какое вы любите. Вот. И буду взбивать блендером. Кстати, сюда можно положить и перец, если вам нравится. То есть, все такие приправы, которые вам нравятся. Вот, когда начинаю взбивать, я стараюсь захватить яйцо. Давайте попробуем. Ну вот, я еще немного буду взбивать и вам потом покажу. Ну вот и все получается такой густой, вкусный, без консервантов, отличный майонез. Буду им мазать салат свой. Начала я собирать салат. Смотрите, это будет салат. Ну, давайте назовем импровизацией. Вот я одну порцию сделала. Вот, что я тут использовала. Я использовала все то, что есть в холодильнике. А именно, первый слой у меня, это ветчина, накрошила через мелкую терку. Поэтому вот стружка такая совсем маленькая. Второй слой у меня, это белки. Вот тоже через мелкую терку. Третий слой у меня, это сыр. Вот, и четвертый слой, это желтки. Потом, каждый слой я, соответственно, смазывала майонезом. И сверху я просто вот накрошила рубленные помидоры. Вот, конечно, в идеале вот к таким продуктам подошли бы свежие огурцы. Но так как у нас тема такая сердечная, я вот взяла помидоры. Вот, очень просто на самом деле, форма хорошая. Вот, я выполнила, конечно, их тоненькими слоями, видно, да? Вообще, можно сделать пышнее. Просто я сама не люблю слишком большие порции. Ну, у меня вот так. Ну, мне кажется, неплохо. Можно сверху еще майонезом что-то нарисовать. Ну, так как слишком много майонеза я не хочу, поэтому вот так. Ну, вот, процесс я показывать не смогу, просто штатив я не принесла. Вот, снизу вот эти листочки абсолютно необязательные. Просто для видео я уж взяла листья салата, но это вовсе не обязательно. Снизу я всегда накладываю немного майонеза, чтобы все не рассыпалось. Вот, и собираю. Сейчас у меня будет здесь три порции, потому что нас сегодня трое. Такие салатики у меня получились. Очень нарядные и красивые. Вот. Можно сверху немножко посыпать солью, но я этого не делала, потому что майонез достаточно соленый. Ну, вот, как вам, напишите ваши отзывы, получается из меня кулинар или нет. Ну, а теперь я загляну в духовку. Ну, вот такая у меня получилась курица с картошечкой, очень аппетитная и вкусная. Сейчас я буду сервировать стол. Вот такие блюда сегодня у нас будут. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться. И напоследок хочу пожелать, чтобы вы любили и были любимы. Это очень важно для нас, так ведь. Ну, и до следующего видео. Всех благодарю за просмотр и пока-пока. По скриптам, девочки, надо же было попробовать. Это же все-таки была импровизация. А вдруг салатик невкусный, да? Ну, чтобы вы знали, вот, что получается из такого состава. Буду чмокать. Это очень вкусно, знаете. Получился очень нежный салатик. Ну, во-первых, я через мелкую терку все делала. Это тоже помогло. Знаете, пробуйте обязательно. Очень вкусный салат. Хотя все продукты доступные. Ну, вот теперь точно все. Пока-пока.